капроновый носочек и я вырезала вот семь с половиной где-то на семь с половиной потому что она просто еще так вот стягивается такой вот четырехугольничек немножечко обрезала вот эти уголки 4 и получилось практически вот такая вот конструкция сейчас я соберу на ниточку и начнем делать головку массажирую хорошенько набиваю смотрю чтобы это было как бы смотрелось таким вот как шариком равномерно со всех сторон то есть как бы работа достаточно кропотливая и все-таки его нужно проделать чтобы была головка такая вот симметричная со всех сторон поэтому я ее вот так вот кручу и просматриваем пальчиком изнутри регулирую где мне кажется нужно что-то исправить убрать или раз прочистить теперь немножко так вытягиваю вот иголочкой чуть-чуть синтепона как бы как носик то есть носик которые мы будем делать вот так по чуть-чуть формирую такую маленькую такой как шарик вот такая видимость такая маленькая горочка намечаю две точечки сверху две точечки снизу с которых мы будем формировать носик которые мы вытащили вот эти легче так нас с этими булавочками закрепила ниточку вот на противоположной части и сейчас вот еще посмотрю вот сколько не смотрю вроде бы кажется нормально это капрон и он настолько теряет форму значит захожу как обычно верхнюю часть носиком и выйду сюда ноздрю сейчас повторю вот 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 Вытаскиваю эти два и теперь затяжка следующая пара. Продолжение следует... Если нужно, эта капрон не зацепилась, значит нужно еще раз повторить. Вот. Он очень тонкий и уже довершить дело, чтобы был сформирован носик. Поправляю его там, где нужно. И теперь наметила две точечки для того, чтобы сформировать окончательно носик, сделать его более тянутым, более похожим на носик. Вот здесь одна булавочка и вторая. Ну, это чтобы было вам видно наглядно. То есть отсюда сверху. Вот когда камера ближе, тогда очень трудно манипулировать, потому что маленький обзор. Значит, отсюда с верхней точки я вхожу в эту точку. Вот. И выхожу сюда, в наружную, сюда заднюю часть. Вот. Затягиваю. Сделаю это повторно, потому что затяжка должна будет держаться. Значит, я проделаю еще раз. Войду в эту точку, которую вот, вот эту вторую, вот где здесь. Вот, я вошла, затянула немножечко. Тоже смотрю, чтобы не перетянуть, затянула. И с этой же точки, вот, опять я выхожу сюда. Вот. На затылочную часть. И смотрю, как мне затянуть, чтобы не перетянуть. Ну, наверное, где-то так. Где-то так. Теперь обязательно нужно еще раз посмотреть затяжку и уже закрепить. Закрепить это место, чтобы она не сдвинулась. Это затяжечка, она, чтобы не распустилась. И теперь следующее. С этого же места я захожу вот во вторую точку носика. Вот вторая точка носика. И зайду в эту булавочку. И выхожу сюда, на затылочную часть. Подтягиваю. Это можно убрать, я уже вижу. Подтягиваю носик. Еще раз закреплю. И сюда, на затылочную часть. Здесь хорошо, чтобы его не перекосить. Вот, смотрю. Такой носик, наверное. Можно поправить еще на всякий случай. Вот, если кажется, как бы, если негармонично, лучше лишний раз присмотреться. Вот, посмотреть. И это закончилось у нас затяжечкой. Я ее закреплю. Закреплю и обрежу ниточку. Субтитры делал DimaTorzok вот здесь и обратная сторона затылочная. Я показываю на каком месте я буду делать утяжки, ну а вам легче будет ориентироваться по моим заколочкам. Вот так вот. Ниточка у меня уже здесь вставлена и я эту ниточку провожу в глазки и буду делать затяжки. И вот в данном случае я кето на полглазика беру с одного и вот так ближе. Вот. И вывожу сюда в противоположную булавочку. И сделаю еще одну затяжку для того, чтобы держалась получше. Повторяю так же. Подтягиваю, смотрю, насколько глазик я хочу видеть затяжку. Допустим, вот так. Наверное, я еще раз пройду для того, чтобы она не отстреливала. Закреплю ее еще разик. Есть. И второй глазик. Они coming из из-за всего 10-18. Давай мы закрепимся из на украине. Закреплю еще раз вино на дом. У вас есть. И как глупы? Продолжение следует... Смотрю, насколько затяжка должна быть, получится такая же. Вот, мне кажется, нормально. И я ее сейчас здесь закреплю. Еще раз посмотрю, чтобы не перетянуть. Вот. Все, я закрепляю здесь, в этом месте несколько раз и обрежу нитку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 отделила и с обратной стороны я закалываю сюда сюда просто делаю такую заколочку чтобы держалась как бы держалась булавочка точно так же сделаю здесь понятно что это здесь должно быть на одинаковом расстоянии вот и теперь эти ушки мы с вами сделаем ниточка у меня уже здесь привязана я ее не отрывала вот я прохожу и вывожу в одну из дырочек смысле в одну из дырочек которые будут исходящими сейчас я покажу исходящими для иголочки которые я вставила вот дырочка 1 и 2 куда входит иголочка вот я вставляю в одну из этих проколов и 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 что носочек может быть вот любой ну и даже я вам его измерю конечно но я думаю что по большому счету это ни о чем не говорит потому что я буду его отрезать и не буду его использовать полностью ну в общем 20 на 6 тоже это как бы ни о чем не говорит потому что растягиваются они все по-разному не поэтому как бы это самый маленький вот такой детский носочек но размер я вам измерила но для этого я выверну наизнанку и разрежу я вывернула и разрезу здесь вот до пяточки у меня это где-то шесть с половиной сантиметров которые я здесь разрежу вот приблизительно те здесь будет половина вот так до носочка вернее до пяточки я разрежу немножечко эти уголочки тоже уберу вот расточу я на машинке можно вручную это как уже каждый может из проволоки я сделала конструкцию она вот где-то тридцать один сантиметр но это здесь мы или завернем или я завернули обрежу потому что такая длинная не будет а кукла но пусть она будет лишнее я потом лучше уберу значит вот такая до ножки где-то тринадцать с половиной и завернула пару сантиметров здесь и и два сантиметра здесь вот а эту длину она мне будет регулироваться я ее повторяю потом загнул или обрежу вот такая вот конструкции я сейчас начну придавать ей форму и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И закрепляю ниточкой Добавил субтитры DimaTorzok Так Вот тельце Такое у нас получилось И хорошо в этом проволочном каркасе что можно будет сгибать в определенных местах участках это тельце придать позу допустим как бы сидячую такую придать позу как бы назад любую позу она принимает поэтому мне очень нравится проволочная основа вот такая вот получилось тельца на проволочной основе и так тельца мы сделали и вот эта проволочка которая была повыше я ее немножечко закрутила прилаживаю головку смотрю как будет смотреться вот мне кажется хорошо то есть я ее подклею она займет достаточное количество но не будет мешать головы но не будет мешать для того чтобы не удобнее было приклеивать или пришивать вот в этом случае чтобы она не скользила и было удобно ее приклеивать не вот я ее немножечко вот так а в виду синтепона и тогда она уже будет то есть хорошо держаться и и приклеится тоже очень хорошо получается такое большое место для того чтобы удержать головку вот так она и закрыта и в то же время удобная для можно и пришить очень даже удобно можно и пришить не только приклеить здесь есть место вот возле проволочки так эта часть сделана я теперь беру это основание его на него положу клей и прилаживаю головку прилаживаю быстренько смотрю вот как оно будет должно быть посредине все мне это нужно учесть сейчас ну вот где то так и жду пока остынет и теперь я подклею эту головку на одном определенном месте я сейчас положу сюда клей вот чтобы определить его место основное и теперь приложить правильно головку вот я смотрю какой она у меня займет здесь место прилаживаю и сейчас основная работа зажать потому что она отстреливает зажать чтобы она хорошо подклеилась и потом немножко уже продолжить оформление более как бы правильно вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вот и здесь закреплю и обрежу лишнее и здесь перематываю делаю такую как кисть руки чтобы немножко как-то сформировать ручку и у нас получается две вот таких вот таких две ручки ручки готовы я сюда прошила вот здесь ниточка уже готова и я примеряю на каком месте вот где-то так наверно захожу также собираю здесь пришиваем наши ручки все ручки пришиты тельце готова практически и можно будет потом делать одежду одевать